Косметика В этом году я перепробовала огромное количество бюджетной и не очень косметики. В основном все мне нравилось, качество бюджетной косметики настолько выросло и с каждым годом становится все выше и выше, что просто диву даешься, как производителям удается за довольно скромную цену выпускать такие качественные продукты. Давайте начнем, потому что сегодня видео посвящено все-таки нелюбимой косметике и в этом году мне не очень понравились три тональные основы. Начну наверное с Maybelline Fit Me, матовая кожа, невидимые поры, тональный крем для лица у меня в оттенке номер 100 фарфоровый. Чем не понравилась? Цена в районе 300-350 рублей, мне не понравилась как наносилась эта основа, она какими-то разводами. То есть, чтобы ее равномерно нанести, нужно постараться. Обязательно нужен влажный спонж или очень-очень хорошая какая-то дорогая кисть. В ином случае придется вот растушевывать, растушевывать и растушевывать. Я понимаю, конечно, что цена 350 рублей, но на данный момент тональную основу можно найти и поприличнее, чтобы она на лице выглядела красиво. Ну, не подошел мне. Следующая тональная основа это Velvet Stay Matte от Divash. Наносится он, по крайней мере, на мою кожу лучше, чем Maybelline Fit Me, но общее впечатление, что на лице вот что-то очень дешевое. То есть, нет эффекта вот какой-то красивой кожи, выровненной по тону. То есть, знаете, такой простой бюджетный тональный крем, возможно, подойдет на каждый день, но ждать от него каких-то чудес и замечательного внешнего вида вот от нее не приходится. Поэтому, опять-таки, цена-то бюджетная, но есть за эту цену и лучше. И еще один тональный крем, вернее, CC-крем от Estrada. К косметике Estrada я отношусь с большой любовью, я считаю, что у них прекрасные пудровые продукты, хайлайтеры великолепные, скульпторы. Но CC-крем мне не понравился. Опять-таки, по той же самой причине. На лице, на моем, лежит он некрасиво. Его можно красиво растушевать, с ним можно поработать, его можно там где-то что-то, чего-то влажным спонжем все доработать. Но это время. Очень хочется, чтобы все-таки тональная основа CC, BB-крема, раз-раз, утренний макияж за 5 минут и пошел весь такой свежий, красивый. Покрытие у этих средств легкое, они не перекроют какие-то серьезные покраснения. В целом, не могу сказать, что они подчеркивают шелушение. Хотя, наверное, справедливости ради стоит заметить, что у меня в этом году пока еще таких каких-то серьезных шелушений и не было. Не стали любимчиками и, в общем-то, сказать больше об этом нечего. Следующее, что я вам покажу, это консилеры. Быстренько пробегусь по ним. У меня их 4, но я покажу еще 5, потому что я не помню, рассказывала я в этом году о нем или не рассказывала. Это LA Girl Pro Concealer. Оттенок у меня GS969. Многие блогеры нахваливали, особенно популярно было на американском YouTube. Мне не понравилось, потому что слишком легкое покрытие, я не поняла, что им делать. Если есть какие-то синяки под глазами, я не увидела, что этот консилер может их перекрыть. Никаких покраснений он не перекрывает. Такое легкое полупрозрачное покрытие. Очень, ну знаете, как сравнимо с тональным кремом. То есть, вот, мне кажется, с помощью тонального любого крема можно сделать примерно то же самое, что вот с этим Pro Concealer от LA Girl. Следующее, что я вам покажу, это консилер Lilo. Lilo. Тут как бы такая вещь. Он не ужасный, он не подчеркивает шелушение, ничего с ним такого не происходит. В принципе, он достаточно комфортный, достаточно приятный. Мне не хватило покрытия. То есть, обычно консилерами я пользуюсь, если что-то у меня где-то вскочило, что-то замаскировать. С этой задачей не справляется. По текстуре приятный, хорошо распределяется, прекрасно, в общем-то, растушевывается. Но, опять-таки, могу сказать, что каким-то прям вот любимчиком не стал. Хотя качество у него, ну, адекватно, у него очень неплохое качество. Следующее, что я вам покажу, это консилер Revolution Pro. У меня S2. Это новинка в этом году, вышедшая совсем недавно. Прекрасное покрытие, очень плотный, способен замаскировать покраснение, способен замаскировать только что скачивший прыщик. Что не понравилось. Не понравилась стойкость. Особенно, если кожа жирная, стойкость, ну, такая, знаете, очень-очень средненькая. И консилер не застывает, поэтому, если где-то что-то рукой дотронулся, консилер с лица куда-то испаряется, при том, что плотность очень большая. Я им все равно пользуюсь, но, конечно, от такой плотности хотелось бы и стойкости чуть-чуть побольше. Следующий консилер, которым я также не очень часто пользовалась в этом году, это Ideal Sublime от Vivienne Sabo. Опять-таки, неплохой консилер, очень, кстати, приятная упаковка, мне нравится такая тоненькая-тоненькая, очень приятно лежит в руках. Не хватило плотности? Опять-таки, не хватило плотности. Для меня вот плотность консилера, это очень-очень важно, потому что, как я еще раз повторюсь, я что-то замазываю, значит, на моем лице есть что замазать. Тут, если подводить итог, то, наверное, я бы сказала, что LA Girl мне вообще не понравился, прям вот вообще не понравился. Вот эти вот по качеству, по нанесению, по растушевке хорошие, но вот с такими нюансами, которые я озвучила. Давайте, наверное, одно средство для бровей покажу, потому что, в общем, карандаши, которыми я чаще всего пользуюсь, которые были мне в этом году, мне нравились. Какие-то более стойкие, какие-то менее стойкие, но в целом качество было у карандашей хорошее. Самая большая претензия к средству для бровей у меня в этом году была вот к такому браун маркер Waterproof в оттенке Medium от Bell Hypoallergenic. Это такая помадка для бровей. Все в ней, в принципе, хорошо. Отличнейший цвет, великолепный мне подходящий. Стойкость просто восхитительная. Целый день без каких-то подтеков, разводов. Все супер. Но наносится плохо. Вот прям какими-то, знаете, катышками, кусочками. Такое ощущение, как будто это средство уже, знаете, лежало годы лет 10, а потом попало мне в руки. Но оно было изначально такое качество. То есть вот сама текстура не очень приятная и нужно еще покопаться в своих кистях для того, чтобы найти что-то подходящее, чтобы нанести вот настолько плотную текстуру. В этом плане не очень, но иногда пользуюсь, когда мне нужна какая-то прям реально вот стойкость. Давайте, наверное, к теням. Теней в этом году у меня тоже было довольно много и очень много удачных. Я, наверное, покажу вам три палетки теней, которые мне вообще не подошли. Первая палетка это La Palette Nude от L'Oréal Paris. Я ее искала очень долго, мне настолько понравились оттенки. У меня палетка Rose вот таким образом выглядит. Мне настолько понравились цвета в тестере в магазине. Мне настолько понравилась шелковистая, бархатная вот эта текстура. До них дотрагиваешься, это просто вот фантастика какая-то. Я искала, наконец, вот эта палеточка была последней, ее схватила, пришла домой, накрасилась и расстроилась. Ну, не то чтобы расстроилась, но она мне не понравилась. Дело все в том, что у нее настолько слабая пигментация, что все оттенки, которые вы видите, на глазах плюс-минус выглядят одинаково. Неважно, какой кистью наносишь. Мягкой, более плотной, синтетикой, натуральной. Очень легкий макияж. Вот прям утренний, даже я дневным не назову. И стойкость очень слабая. То есть вот 2-3 часа я даже вот с максимальной пигментацией на глазах все это через 2-3 часа выглядит как будто вот такой макияж уже, когда-то его там сделали, и вот он перед вами. Очень приятная текстура, очень мягкие, прекрасные, великолепно растушевываются. Огромный минус отсутствие пигментации и, в общем-то, слабая достаточно стойкость. При том, что на моих веках тени держатся практически любые очень-очень долго. Следующая палетка, вы только не удивляйтесь, сейчас я вам покажу, в каком она состоянии. У меня это Vivienne Sabo палетte D'Ambres. У меня 0.1 палетка. Всем, наверное, знакомая. Вот такое у нее состояние на данный момент. Сейчас объясню, что с ней произошло. Тени, в принципе, мягкие. То есть вот на пальце набираются, текстура приятная. Но, знаете, вот прям засовываешь сюда палец и понимаешь, что это вообще ни разу не люкс. И на фоне бюджетных теней сейчас это тоже, мне кажется, довольно слабенько. Как-то вот все, знаете, кусочками, комочками какими-то нету одной вот такой вот равномерной текстуры. Все какое-то вот сыпучка такая вот какая-то. Не знаю, просто... По поводу пигментации. Смотря, чем наносить. В целом, пигментация, на мой взгляд, очень средняя. То есть вот тут довольно темные оттенки, они набираются на пальцы хорошо. Но при растушевке, вы видите, раз и теней нету. Может быть, кто-то умудряется, конечно, еще раз давайте. Может быть, конечно, кто-то умудряется делать макияж очень яркий с этой палеткой. Но я просто не вижу в этом никакого смысла. На глазах все оттенки выглядят на моей коже, на моем лице, выглядят серыми, выглядят грязно. При растушевке дают такой вот... Можно сделать макияж. Но удовольствия ноль. А что с ней случилось? Она теперь побывала в руках моей дочери. Она из теней, которые мне не нравятся. А иногда из теней, которые мне нравятся, варит кашу. Она их отковыривает и зелье там варит. Следующие тени, которые, кстати, не так давно попробовала, это Belle Nude Eyeshadow. У меня номер палетки... Не знаю, какой у меня номер палетки. Нашла. Номер 01. Понравилась мне подборка цветов. Такая мне показалась очень классная, нейтральная на каждый день. Но тени не пигментированные. Смотрите, вот оттенок вот такой возьму и самый темный. Вот это вот в серединке. На веках раз, два. Опять-таки тушуешь все это в какую-то вот непонятную такую серую дымку, грязь какую-то. В общем, как уже сказала, все оттенки выглядят на веках такими же серыми, как и в предыдущей палетке. Вот такая же вот какая-то, знаете, сероватая, не знаю, осенняя грязь. Просто не понравилась, как выглядит. Стойкость так себе, пигментация практически отсутствует. На утренний макияж может пойдет, удовольствие я не получила от использования этой палетки. Следующую палетку, которую я вам хочу показать, это палетка Catrice Luminaise, называется Highlighter и Blush Glow Palette. Ну, тут все как бы понятно из названия, Blush Glow Palette, Highlighter, все должно блестеть и переливаться, и в принципе, это так и есть. Мне очень понравились оттенки в этой палетке. Два хайлайтера, один посветлее, другой потемнее, они в принципе достаточно пигментированные, такие прям, смотрите, красивое сияние. Один такой побелее, другой цвет шампанского, все очень красиво, все очень прекрасно, и в принципе, я даже иногда пользовалась. Мне эта палетка для повседневного макияжа не пригодилась и вряд ли пригодится, просто потому, что здесь хоть и красивый оттенок румян, но я просто не представляю, куда и кому можно пойти с такими румянами. Ну, возможно, просто на какие-то фотосессии, что-то вот, какие-то образы, потому что такое сияние, что хайлайтер, вот эти вот румяна, все это блестит, лицо как блин. Я вообще, если честно, не люблю румяна с таким интенсивным сиянием. Оттенок, как вы видите, такой довольно сдержанный, если наслаивать, будет очень яркий, но вот это сияние, прям сияние, так, наверное, прям, знаете, сияние хайлайтера. Ну, мне кажется, это, ну, так себе. Продукт хороший, качество у него хорошее, хайлайтеры здесь удачные, у меня палетка не ходовая в моей косметичке. Кстати, в этом году хайлайтеров мне попадалось очень много, и, наверное, 95% это какие-то замечательные хайлайтеры, которыми я, кстати, пользуюсь. Я покажу вам хайлайтер Reloaded, называется Time to Shine от Revolution. Это такой, знаете, бронзер, сияющий настолько, красота, правда, выглядит, конечно, потрясающе, сияет настолько, что я, опять-таки, не могу представить, кому, куда, в какое время, если только поздним-поздним вечером, когда нету освещения, или, опять-таки, какие-то фотосессии. Потому что для бронзера сияние какое-то невероятное, для хайлайтера, как-то, да, хайлайтер Reloaded, ну, сами понимаете, это я, ну, явно не для славянской внешности, скажем так. Вот, я не знаю, куда так пойти, честно. Я пыталась его нанести, ну, как-то вот совсем-совсем дозированно, но все равно лицо выглядит очень странным, очень рыжим. Единственное, вот это средство отлично подходит для того, чтобы наносить на веки, в качестве теней. В качестве теней они выглядят очень круто. Качество замечательное, очень пигментированное, и наносится без разводов, ни кусками, ни без проплешин. Качество отличное. Как так вот у меня все время получается, знаете, вроде бы неудачные продукты, да, видео о неудачных продуктах, а я все равно пытаюсь какие-то плюсы, вот, в общем, ну, вот, как-то так. Я покажу вам две туши от, обе, от стилари, которые мне прям совсем не подошли. Я их и раскрашивать пыталась, и постоять им давала, и недельку, и вторую, и открывала, закрывала, чтобы воздух туда попал, но нет, ничего не вышло. Блэк Маскара Ультра Лонг, одна тушь у меня, такую вот щеточку имеет, силиконовая. Ни одна, ни вторая тушь с моими ресницами ничего не делает. Wild Volume Black Mascara от стилари, с кисточкой вот такой вот тоненькой, она также силиконовая. Окрашивает в черный цвет, ничего не заевает, ничего не поднимает, поэтому вот у меня маленькие мои вот эти окрашенные черные палки торчат вот так, как вниз смотрели, так и смотрят. Объем не дают, удлинение практически тоже. Я так подозреваю, что они просто не подошли, потому что поклонниц у этих тушей довольно много, и на самом деле я покупала их по вашим советам, по комментариям. Ну, к сожалению, нет, к сожалению, не подошли. Следующее и последнее на это видео, потому что это те продукты, о которых я вспомнила, когда речь зашла о том, что мне нужно что-то показать в видео про неудачные мои покупки, косметику. Скорее всего, были еще какие-то неудачные продукты, но сейчас я уже даже и вспомнить не могу. Итак, две помады Estrada Матовый Финиш Амели, оттенок 12. Это такая, знаете, матовая помада мусс, очень приятная по своей текстуре, прям такая муссовая. Почему не понравилась? Хотелось бы большей стойкости. Во-первых, мне кажется, что такие вещи более выигрышно смотрятся на пухлых губах. Когда губы тонкие, я не знаю, то ли вот я привыкла к жидким матовым помадам, но вот эта вот текстура для меня такая, знаете, не очень подходящая. Оттенок 12 потрясающе красивый, освежает лицо. Лицо прям выглядит таким, знаете, свеженьким, здоровым, выспавшимся, отдохнувшим. Скорее всего, просто текстура не моя. А так, в принципе, к продукту у меня претензий нет. Качество продукта, если вам нравятся такие кремово-муссовые текстуры, могу посоветовать. Мне не стало любимой, скажем так. И последнее, что я вам покажу, скажу вам и покажу вам. 101 оттенок Бель Гипоаллергеник матовая жидкая помада. Вот таким образом выглядит. У меня есть в двух оттенках. Совсем недавно я ее тестировала, и тогда она мне очень понравилась. Я сейчас расскажу, в чем дело и что произошло. Очень плотный слой. Помада перекрывает пигмент собственных губ. Потрясающий 101 оттенок. Очень красивый. Без разводов, без пятен наносится. Все с ней хорошо. Очень стойкая, переживет там перекус, обед, что-то не размазывается. Все с ней хорошо. Что с ней не хорошо? Я ее тестировала, когда снимала видеообзор, было еще довольно тепло. И она очень хорошо лежала на губах. В принципе, проблем с ней не было. Она не сушила. Вернее, сушила, как все жидкие матовые помады большинство. Сейчас на улице холодно. Я тут ей пару раз попробовала накраситься. У меня губы стянуло так, что мне просто сложно вам об этом рассказать, описать. У меня просто губы, знаете, в гармошку сложились. Я уже даже не говорю про то, что там что-то подчеркнулось, какие-то шелушинки, вот эти вот горизонтальные вертикальные полосочки на губах. Подчеркнулось, все. У меня губы просто превратились вот так, знаете. Прям я даже физически чувствовала, что у меня губы вот сели такие стянутые. И она почему-то в холодное время начала очень сильно разделять слизистые губы. То есть я ей накрасила, все чудесно, все замечательно, фантастически выглядит, освежает лицо, цвет шикарный, все потрясающее. Но через 15 минут у меня вот эта полоска, а то, что осталось в помаде, вот так вот все в вертикальных полосах, все вот так съежено, вот такое вот. Я не знаю, может быть она так на холод реагирует. Может быть зимой губы значительно суши, и она не прощает таких губ. Я не знаю, но по факту я тут ей воспользовалась пару раз. Походила, наверное, час и побежала ее смывать, потому что вот так вот ходить я уже больше не могла. Вы знаете, мне кажется, все, что я им сегодня хотела показать. Скорее всего я выключу сейчас камеру и вспомню о том, что нужно было бы показать еще что-то. Но, по крайней мере, на данный период моей жизни косметика, которая мне не понравилась, косметика, которой я не пользуюсь или пользуюсь, очень редко выглядит именно таким образом. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я бы была очень вам благодарна, если в комментариях вы написали, что, возможно, в этом году вы купили по советам подружек, блогеров, благодаря каким-то обзорам, и вам не понравилось. Какую косметику вы купили, и сейчас она стоит у вас без дела. Ну и на этом я с вами... Нет, я не хочу с вами прощаться. Я просто говорю вам до свидания и надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Пока!